Увеличить валовый региональный продукт, не связанный с недропользователями. Такую задачу глава региона Игорь Кошин озвучил сегодня на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Неницком округе. И надо отметить, шаги в этом направлении уже делаются. Утверждены ряд инвестиционных проектов, а сегодня одобрение получил еще один проект химчистки. Ее создание по подсчетам специалистов требует почти полтора миллиона рублей инвестиций. Кто возьмется за организацию новых для региона видов деятельности, обсудили в ходе заседания. Работы по привлечению инвесторов, готовых вложиться в создание химчистки, в Наринмаре идет уже на протяжении полугода. Тому, кто возьмется за реализацию проекта, округ обещает всяческую поддержку и помощь, в том числе и финансовую. Необходимый объем инвестиций – это 1,472 млн, где предусматривается 800 тысяч бюджетных средств, это гранты и субсидии, и 672 тысячи – это непосредственно инвестиции самого предпринимателя. По информации специалистов фонда по развитию предпринимательства, предприниматель, готовый взяться за создание химчистки, уже нашелся. Сейчас реализация проекта находится на начальном этапе. Еще один проект – пекарня в Тельвиске, кажется, тоже нашел своего хозяина. За создание хлебобулочного предприятия готов взяться предприниматель Армен Петросян. Но еще в зачаточном состоянии проект уже имеет несколько проблем – нет необходимого земельного участка, ни подходящего помещения. Пригласите главу Тельвиски, соберите его в штаб, проговорите все возможные варианты, есть необходимость – пригласите наших земельщиков и дайте рекомендации, чтобы были отлично получения. То есть абсолютно правильный вопрос. Да, мы эти конкретные предложения будем смотреть. Может быть, будем компенсировать ему, пусть строит модульную эту пекарню. Я как вариант, да, я сейчас не готов более детально сказать, но мы должны эти варианты просчитывать. Кроме того, глава региона в очередной раз напомнил членам оргштаба об общей задаче о увеличении валового регионального продукта, не связанного непосредственно с недропользователями. По мнению губернатора, улучшать инвестиционный климат в регионе необходимо не только для недропользователей, которые, несомненно, вносят огромный вклад в наполнение окружного бюджета, но и для тех, кто хочет инвестировать в развитие несырьевого сектора экономики. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Телеканал Север.